Лабораторная работа 3. Частина 1. Плоские объекты. Мета работы. Набуд и навык работы с плоскими объектами, або сплайнами, та модификаторами. Завдание. Створительный стандартный объект. Квитка. Шляхом редагирования плоских объектов и крепевания за массивом. Порядок выполнения работы. Встановить одиниц и вымеру миллиметры. Customize. Unit Setup. Миллиметры. Setup Unit. Миллиметры. Активует и выдавой экран Top. Разгорните его на весь экран, выкористовывая комбинацию клавиш Alt и W. В командной панели на вкладке Створение. Create. Перейдите в группу створения плоских объектов. Shapes. Створит окружность Color с радиусом 50 миллиметров. Задайте имя объекту. Лепесток. ЧП люсток. Для вильного редагования объекта поретворите его в редагованный плоский объект. Для чего с контекстного меню выберите команду Convert to Editable Spline. Видео редагуйте по листку, надаючи объекту характерную форму, перемещающую опорные точки. Для работы с объектом перейдите в режим редагования точек Vertex. Изменяем тип точки на тип BZ Conor. Або на угловую за обожанием. Для додавания додатковых точек на объекты вы користовываете команду Insert. Додавание додатковых точек на объект. Продавание додатковых точек на объект. И встанавливаем ее в нужное место. Нажмем правую кнопку мыши для вимыкания режима додавания точек. Левую кнопку мыши додаем, встанавливаем правую кнопку мыши для вимыкаем режим додавания точек. На видовом экране с горы поруч с пылеской створим сферу радиусом 12 мм. Вкладка Create Geometry, стандартные геометричные объекты, сфера. Створим сферу, переходим в вкладку редагования, задаем радиус 12 мм. Змещаем сферу ближе до пылески. Для автоматичного выравнивания натискаем комбинацию клавиш Ctrl, точнее Alt, A, и выбираем по листу. На вкладнице выравнивание, встанавливаем пропорец Y-Position, и выравниваем эти объекты за центрами. Выравниваем кнопку ОК. Дальше необходимо размножить пылески навколо сферы, используя команду залежного копирования. Для чего? По-перше, сместим центр обертания пивот пылески в центр сферы. Для чего? Выделим пылеску. После того, примыкаемость у третью вкладинку иерархии, натискаем клавишу Affect Pivot Only. За допомогу команды перемещения W, центр оборота по листке, потребно установить его в центр сферы. Для чего? Активируем объектную привязку левой кнопкой мыши, вызываем диалоговое векно налаштувание объектной привязки правой кнопкой мыши, и выбираем пивот. После этого мышкой устанавливаем пивот сферы, пивот пылески. Объектная привязка позволяет это сделать точно. Закрываем налаштувание объектной привязки, вимикаем режим работы с привязками. Вимикаем режим редактирования центра оборота. Для копиювания пылески выделите его в верхнем меню Tools. Активуйте команду Array. В диалоговом векне налаштувания команды копиювания за массивами установить кут повороту по оси Z 25 градусов. Кількість створенных элементов, например, 20. Type of object в позицию Instance. Натисните кнопку превью. Подивитесь на видовый экран. Якщо мы сделали все верно, пылеска была скопирована навколо сферы. Натисните кнопку ОК. Для створения поверхней пылески потребно выкористовывать на нем модификатор Shell. Примыкаем в видовый экран перспектива натискающий клавишу P на клавиатуре. Во вкладке Редагувание выбираем модификатор Shell. Зайдите в режим редагувания точек и надайте при листке важенную форму. Эдитабл сплайн, вертекс. Обираемо для редагувания, например, три точки с краю. То от пидем до горы. За осью Z устанавливаем новую позицию. С таким модификатором перемыкаем на Shell. И смотрим на баженый результат. Для надания большая схожесть по люсткам. Можливо изменять каждую из них. Для редагувания объекта в полюстки. Потребно, по-перше, выделить полюсток, который нужно редагировать. Потом натиснуть кнопку «Зробить уникальним», «Make Unique». Після цього можливе редагування окремо одного из выборных полюсток. Таким чином можно возробити каждый полюсток уникальным, та відповідним чином, за вашим бажанням, відрагувати форму полюсток. На вигляді зліва зробить стебло для квиткови крестовуючика команду «Створення ліній». Для чого перемыкаємось видовий экран зліву, отискаючи клавішу «L» на клавіатуре. Перемыкаємось у вкладку «Створення плоских объєктів». Побираємо команду «Line», а створюємо стриження. За допомогу прив'язки до центру сферы виробнюємо стебло відносно центру квитки, центру сферы. Выделяємо. Натискаємо комбинацію клавішку «Alt-A». Обираємо сферу. По трех координатах за центром. Вирівнюємо, натискаємо «Ок». Далі. Встановлюємо потребне місто стриження. У манюра договання стрижня в відкриваємо вкладку «Рендеринг». И встановлюємо обидва флажка «Enable in render» и «Enable in viewport». Надаючи обйому плоской фігури. Обираємо профіль плоской фігури «Ridial», тобто радіальний. Задаю вам товщину 6 мм. Таким же чином за бажанням можливо створити кілька гілочек і листочков. Після цього згрупуєте отриманий об'єкт, назвавши його «Квітка». Перша частина роботи виконана. Перша частина роботи виконана роботи виконана роботи виконана роботи.